Привет, ребята! Вы опять отгадали мою загадку в прошлом видео? Молодцы! Сегодня я постараюсь задать вам загадку посложнее. Человек хочет, чтобы он включился. А когда он включается, человек злится и старается его поскорее выключить. Что это? Напишите свои ответы в комментариях. А сейчас мы пойдем смотреть переписку с Владом А4. А если вы не хотите, чтобы злобный Влад А4 написал вам, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. Итак, 3, 2, 1, 0. Поставили? Ну, надеюсь, Влад не напишет вам. Нет, нет, нет. Конечно, если вы успели поставить лайк. Ну, а сегодня мы посмотрим переписку Влада А4. Говорят, там будет много интересного, а также много страшного. О, боже. Пойдемте же скорее смотреть. Неинтересно. Меня это заинтриговало. Валя и Таня. Как все просто. Итак. Привет. Привет, привет, приветик. Утречка у нас наступила. В общем, не скинули контакт Влада А4. Конечно. Ну, откуда тогда? Где ты его взяла? Он сам взялся. Не важно. У меня свои источники. Ну, в общем, у них есть контакт Влада А4, и теперь они, скорее всего, будут с ним переписываться. Но я не уверена, что это настоящий контакт Влада А4, потому что, скорее всего, это кто-то другой. Серьезно? И мы не знаем, кто это. Хотя, может, это Влад. Нет, не Влад. Я уже писала. Вы можете написать свои предположения в комментариях. Ого. Куда он ее позвал? Да это же нереально. Это вообще какая-то Московская область ее какую-то позвал. Боже. Зачем ему это надо? Значит, это точно не Влад. Прямо сто процентов. Вот, даже девочка пишет, даже это фейк. Ага, приедет такая, с Владом встречаться. А там, конечно же, не Влад, а какой-нибудь дед с лопатой или бензопилой. Вот супер-то будет, а. Вот именно. Я тоже подумала сразу, что это какой-нибудь маньяк. А вдруг нет. А вдруг да. А вдруг это правда Влад А4. Да неправда. Ой, не знаю. Это то же самое, что вдруг поехать встречаться с говорящим Томом и его друзьями. Или с говорящим Беном, или еще с Майклом Джексоном. Хоть с кем угодно. Ага, и что я спрошу? Это получается, я сейчас тоже могу сейчас на аватарку себе поставить какого-нибудь, не знаю, хоть кого. Иисуса. И сказать, что я Иисус. Давай встретимся. Я хочу сняться у него в видео. А ты разве не хочешь? Ладно, я попробую что-нибудь выяснить. У второй девочки соображает голова. Хорошо. Итак, давайте-ка мы с вами повыясняем. Привет. Теперь вторая девочка ему пишет. Он такой чик в сети. Сразу отвечает, как будто у него больше дела никаких нет. Я Влад. Какой Влад? Бумага. Ага, бумага. Это кличка такая? Нет. А что? Это моя фамилия. Что это вообще за допрос? Как фамилия? Не может быть... В общем, она его начинает прессовать. Ему это очень-очень не нравится. Ну, конечно, кому это понравится. Никому это не понравится. У тебя есть канал на ютубе? А ты как будто не знаешь. Ну вот, это как бы... Он воспринимает это как глупый вопрос, но он все равно отвечает ей. Просто введи в поиски Влад и первым будет мой канал. Ну, если бы он был и Владом, и не Владом, ссылку на канал отправить очень-очень просто. Очень. Что бы ему это не сделать-то? Ну, это же самое простое, что можно сделать. Отправить ссылку. Ты правда, Влад, бумага? Ну, да. Чем докажешь? Ну, а чем он может доказать? Фотографию свою отправить. Да, я жалею, что когда-то пообещал отвечать всем подписчикам. Но, если честно, переписка выглядит как-то реалистично. Как будто он реально Влад А4. Как ты хочешь, чтобы я доказал? Хотя нет, Влад бы не стал, наверное, этим заниматься. Вот этого доказательства, естественно, нет. Так вот, определись сначала, а потом пиши. Стой, Влад, пожалуйста. Я придумала. Сейчас ответит, ей ответит. Ну... Что же ты скромничаешь? Что же там будет дальше? Сколько у тебя денег на счету? Кстати, это можно провернуть, но... Так же можно еще и подделать свой счет. Подбавив себе определенную циферку или нолик, или еще что-то подобное. И никто ничего не узнает и не поймет. Ну, то есть, реально, если это Влад, то, конечно же, там будут деньги. Если это не настоящий Влад, то там нифига не будет. Если такая идея тебе не нравится, то предложи что-нибудь свое. С какой стати я вообще должен тебе что-то доказывать? Это логичный ответ, но как бы... Вообще-то я твоя фаната. Но никто никому ничего не должен доказывать. Просто ей сейчас нужно вывезти ему на чистую воду и определиться. Ну-ка. Довольна? Ого! Ого! Ты не веришь? Ого! Подожди! Что еще? Она не отстает от него. Мне нравится. Позвони мне. Позвони. Хочешь, ты ничего не хочешь? Нет. Это последнее. Нет. Она сама ему позвонила. И что же он возьмет или не возьмет? Ну возьми, возьми, возьми. Ну возьми, пожалуйста. О! Алло, Влад. Алло. Ответит нет. Слушаю тебя. О! Хорошо. Что-то твой голос не очень похож на голос Влада. Если ты не знала, то голоса в реальной жизни и на видео отличаются. Но сейчас же я тебя слышу не в жизни. Какая разница? Почему-то мне твой голос напоминает скорее голос Икера, чем Влада. Что еще за Икеру? Ты не знаешь? Нет. Ну ладно, не важно. Так ты правда, Влад? Ну конечно, правда. Блин, мне не верится, что я разговариваю с самым популярным русскоязычным блогером. Если ты уже убедилась, то может быть тогда закончим наш разговор? Ты занят? Немного, да. Ну ладно, тогда будем переписываться. Пока. Ну и все, они как бы поговорили и начали переписываться. Ну хотя бы голос молодой, знаете, а не какого-то странного мужика, который непонятно чего хочет. Это уже хорошо. Можно мне сняться у тебя в видео? Если нет, то я не обижусь. Можно. Можно. Все разрешает. Как хорошо, прекрасно. Супер. Но если у тебя снова будут какие-то проверки, то нет. Таня пишет, ну что, которая... Мне кажется, Влад прошел проверку и вот пишет та подружка, которая вначале хотела с ней встретиться. В общем, они начинают ругаться теперь еще из-за этого всего. Ну прости, я не знала. Так что он говорил? Говорю же, это не Влад. Ага, Таня ей не поверила. Кто в это второклассники пишет? Что именно пишет? Привет, как дела, что делаешь? Что еще такие люди могут писать? Да. Да. Ну ладно тогда. Жаль, конечно. Я уже начала мечтать. О, Влад пишет ей. Ты где? Извини, подруге отвечала. В общем, она, короче... Ты просто не поверишь, как я счастлива. Не знаю. Специально она это делает, и не специально. Она, короче, отбила у своей подруги Влада А4. Теперь переписывается с ним абсолютно одухотворенно, счастливо. Тогда слушай. Тебе нужно приехать до 21.00 в это место. Опа, опять та же замануха, тот же адрес. Интересно. Где? Блин. Тебе нужно приехать в это место. Мне туда очень долго ехать. Насколько долго? Часа два, наверное. Очень долго. Какая-то сельская местность вообще. Зачем туда? Капец, она сейчас туда поедет одна. Нет. Свою подругу спасла. А теперь сама хочет. Надолго? Как раз для этого видео приехал. Ага, такая замануха вообще для этого видео. Он приехал. А что будем снимать? Никогда не верьте вот этим всем перепискам. Это какой-то ужас. Слушай, давай все вопросы задашь уже месяц. Это ужас. Не надо никому никогда верить. Прошло два часа. Как вы думаете, поехала она к нему или нет? Влад. Я сейчас вышла из автобуса, непонятно, где нахожусь. Я сейчас вышла из автобуса и непонятно, где нахожусь. Тут так темно и холодно. Боже, куда она приехала? Мне плохо. Я хочу быть там с ней рядом стоять с лопатой или бензопилой, как тот дед. На всякий случай. Боже, это такая какая-то вообще... Денище какое-то. Что это за заброшки? Вообще какой-то ужас. Московская область. Что там делать? Ну-ка. Так, подождите, я должна понять. Это заброшенная база отдыха, что ли? Кошмарные локации. Просто ужасающие. Я бы не хотела там оказаться. Ой, нет, 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 нет. Зачем он ей сказал это место? Ей надо было, знаете, что сделать. Ей нужно было посмотреть сразу из дома вот эту локацию. А-а-а! Черт, кто там был? В сети, он в сети. Что он напишет? Какое видео можно снимать в заброшенном лагере? Какое видео можно снимать в заброшенном детском лагере? Да еще и ночью. Не волнуйся. Да как тут не волноваться? Я уезжаю. Подожди. Сколько ты уже подписана на мой канал? А-а-а! Что сейчас будет? Он реально какой-то маньяк. Какое отношение это имеет к моей ситуации? Просто ответь. Может быть, полгода. Значит, ты не знаешь, как я получил первую популярность? Ну, наверное, не знаю. Господи, им надо созвониться, потому что эта переписка для меня уже слишком нервная. Я не могу. Не надо рассказ про 24 часа челлендж. Все знают, что это такое. Может быть, делать что-то 24 часа? Может, он хочет ей предложить, чтобы она 24 часа провела в заброшенном лагере? И скажет ей сейчас, что это какой-то проект, который там уже камера установлена, там уже все сделано, ты просто там сиди и все. И что ты имеешь в виду? 24 часа челлендж в заброшенном лагере. Я же говорила. Это шутка? Нет. Заходи в это здание и поднимайся наверх. Пожалуйста, не ходи туда, я сейчас умру. Нет, нет, нет. Мне страшно. Зачем ты вышел? Просто заходи туда. Мы с оператором уже там. Это вранье. Еще и оператор какой-то. Пожалуйста, не ходи туда. Прошло 5 минут. Я бы даже на второй этаж не поднялась, если честно. Но, если честно, я бы даже туда не поехала. Какая глупышка. Мама пишет. Мама, я знаешь где? Лучше даже не спрашивай. Ничего у тебя не нормально. Отправляй геолокацию скорее. Но мне нужна помощь. Брала-брала-брала-брала. Она не может дозвониться, там что связи нет. Вроде лтешка горит. Что происходит? Таня. Короче, она не может никогда до кого-то звонить, до кого-то писаться. Что ты хотела? Я в беде. Мне нужна помощь. И это нифига, не шуточка. Что случилось? Адрес отправь уже быстрее. Что это? Что ты делаешь в каком-то детском лагере? Тань. Мне стыдно. Правда стыдно. Объясняй нормально. Так, короче, тут не до объяснения. Нужно скорее спасаться. Что ты оказался он? ЛАД А4? Да. И ты поехала по адресу, который он тебе сказал? Да. Прости меня, пожалуйста. Короче, она поступила не очень красиво с подругой, если честно. Это прям кошмар. Я пошутила. Но! Я просто набрала случайный номер и отправила его тебе. А тот скрин, на котором я типа ему писала, я подделала. Хороший пранк у меня получился. О, боже. Так что это ты меня, прости. Дурочка! Это, конечно же, не Влад. Бумага. Нет. А ты останешься здесь навсегда. О! Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Капец. Как же жутко вот такую ситуацию, конечно, попасть. Но надо просто, блин, не быть глупой, чтобы не попадать в такое. Выключение. Выключение, все. Он мне сказал, ты останешься здесь навсегда. Супер, да? Вот такая вот ситуация. Короче, никогда никуда не едьте, никогда не разговаривайтесь с знакомцами, никогда не думайте, что где-то там на том конце провода, даже если это очень что-то желанное. Не факт, что это оказывается правдой. Лучше сидеть спокойненько дома и беречь себя. Я это давно уже поняла. Я надеюсь, вам понравилось это шуткое видео, которое, честно, меня почему-то довело до мурашек. Просто эти голосовые сообщения, это просто кошмар какой-то. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и хотя бы вы какую-то мораль из этого извлекли. Ну, вы хотя и так умные. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока. Пока.